всем привет давайте дальше продолжим нашу полицейскую карьеру кола департаменте нравов прошлой миссии мы поймали крупных наркодилеров марихуана позапрошлой накрыли огромный склад морфина сейчас будет немножечко другого плана миссия очень интересная тоже давайте подстава вы знаете как это файк гампфелпс я делал текущий в мариенской африсов 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 и хамбл и хамбл и шизы и и Ну что ж, наши друзья Пришли посмотреть на Честные в кавычках Боксерские поединки Рой уже сделал Беспроигрышную ставку в 50 баксов Значит Он точно знает, кто победит Нормально, вообще стул прилетел на ринг Судя по всему, что-то пошло не так Ну что ж, пойдем поможем Боксеру пока его Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я знаю, телефон или что это вообще такое Субтитры сделал DimaTorzok 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 все будут администрированы медиками. Я использую финансы, которые я больше не требую для покупки медиками, и инвестирую их в оборудованиях. Оборудования? Оборудования в оборудовании оборудования для предприятий для предприятий. Твоя вероятность придет от продажи и твоя инвестиция для тех, кто больше занимаетесь. Эта оборудование может встречаться с твоей оборудованием. Ты магистр, доктор. в строительство домов для бывших вояк. Это очень важная, на самом деле, сцена. Очень скоро мы увидим, что из этого вышло. И увидим мы не только в истории Фонтейна и Шелдона. Это будет также затрагивать судьбу Кола и Келса. Да вообще всех. Так, э... Так, э... и вы привезли его к мне. Я чувствую, Микки. Он гарантирует мне вывести его. Я гарантирую вывести его если вы не привезли... Рой, вы оттуда, так? Микки. Не так. Мой парень подошел. Вы лучше подошел. Это полиция. Если что-то случится с Хаммонд, я буду свидетельствовать вам с ним. Кто-то Грейхаунд? Он фриский, да? Коль Фелпс? Микки Коэн. Я знаю, кто он, Рой. Я, э... встретил своего брата. Ну, вот так вот мы неласково познакомились с одним из самых опасных гангстеров в Лос-Анджелесе. Может быть даже не самых крупных, но опасных. необычных, Адреса для телефонного номера является... Хотел Эл-Мар. 6294 Лиланд Холли-Вуд. Спасибо. Знаете место? Флоп-хаз. Квартурная ночь, никаких вопросов в вопросе. Ну что ж, все что нам нужно у нас уже есть. Мы идем по следу боксера, который не лег, где его просили. И пока у нас есть телефонный номер ведущего отель. Можем посмотреть, что там нас ждет. Продолжение следует... Так, мы приехали. Какой-то, судя по всему, дешевый отель. Пойдемте, наведаемся. Ну да, явно очень сомнительно дешевое заведение. Пойдемте, наведаем Чёрчилля. Далеко идти не надо, мы уже здесь. Так, что мы имеем? Мы имеем опять полный срач. Прямо, дверь не укрепляет нас. Так, какой-то кусочек билета на что-то. Кино. Видите, кино. Конфетки в упаковочке, в виде сердечка. Больше здесь ничего, что у нас в мусорнике. Телеграма. Телеграма о том, что он направляется домой. Пытается свалить. Так, что тут у нас? Инстахит. Адриан Блэк. Продукт выбора Адриана Блэк. Видимо, как лет назад. Помните, да, эти нагреватели уже в одной миссии мы собирали трубу? Ну, в данном случае нас это не интересует. А вот что нас интересует, это вот это объявление с купоном, где кто-то уже даже начал заполнять бланк. Какая-то мамзель тут явно. Обитала и нацелилась на домик. Дорогой достаточно домик, даже заполнила купон. Если эта мамзель как-то связана с нашим боксером. Тут подсчитаны ставки. Ставки, скажем так, на победу нашего боксера. То есть он должен был лечь и... Все было бы хорошо, но он не лег и теперь практически 12 тысяч кто-то взял. Я так понимаю, что все это было спланировано нашей мамзелью. Скорее всего, раз она приглядывается к этому домику. Я думаю, что девушка сама по себе не одна. Она, скорее всего, уговорила боксеру. Ну, как, конечно, она уговорила, он же выиграл. Я должен был лечь. Ну, по крайней мере, ясна причина, почему он не согласился, так сказать, на деловое предложение от его тренера и менеджера. Хаммонт на пляже. Он панчет для обедащихся. Он знает его господинка. Я думаю, что он знает. Я думаю, что он работал. Он не был лечен. Он панчет. С мозга идет в муш. Винстон, Churchill. Дай мне разогрев. Churchill был борщик, парень. Хаммонт не просто скребал на первый номер, который мог бы подумать. Снова приехали еще один еще более дешевый Матэль Суперсон Так, у нас походу У нас походу кто-то сел на хвост Кэнди В итальянской мафии, наверное Или по крайней мере из гангстеров Ага, мамзель уже прессует Пока, правда, ласково Надо вмешаться Ай, как только мы вмешались, сразу он Бросил нам шапку Конечно, такой мы не прощаем Так, все в отрубоне Что ж Чемоданчик с вещами Наверное, телеграмма была не боксера, а этой девушки Так, что тут у нас на полочке Уже билетик на автобус куплен Так, а тут у нас что? Скания, селс из Нью-Йорка Похоже на Титаник, но не Титаник Я даже не знаю, что это открытка Да, наверное, открытка Так Тут больше смотреть нечего Что у нас еще есть? Я бы не сказал, что это джанк Это больше похоже на набор взломщика, вообще Или для Ухода за ногтями Так, ладно, мы, походу, в каких-то бабских вещах копаемся Интересно Давайте пошмонаем нашего итальянского друга Пока он в отключке В руках у него, наверное, вряд ли что-то будет Ну, на всякий случай, сейчас смотрим Ладно, давайте по карманам у него Пошастаем Карло здесь у него, наверное, у него同じ伙ения как Хаммонд Что граница, что он в бюджетах? Брючок Бюджет 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 Ну, я не совсем согласен с тобой, Рои, но anyway. Тут тоже ничего нету. Так. Все, все улики найдены. Время разбудить нашу мамцель. Спасибо, мисс Эдвардс. У нас есть какие-то вопросы, для вас отвечать. Слушай, я не делала ничего плохого. Ever? Я думаю, что это довольно сложно верить. Можете ответить на вопросы, мисс Эдвардс? Конечно, у меня было worse. Я покажу. Я его разверну. Мы пытаемся спрятать Альберт Хаммонд. Мы имеем причины, что он может быть в опасности. Ты знаешь, где он? Нет, я не знаю. Я не видел Альберт. Я его не видел. Брят. Ты льешь, Канди. Ты был в его комнате. А мы можем. Мы докажем это... Те, что она заполнила купончик. Как ты думаешь, что мы нашли, Канди? Ты написал свой номер и адрес на купон. Смотри, Альберт должен был убежать. Мы все должны получать немного денег. Но Альберт был слишком слабым. Он сказал, что его праздник был все, что у него осталось. Так что я ему сказал, что его праздник был. И мы увидим, что его праздник был warm в ночной ночи. Так что ты выходил после борьбы? Да. Я не знаю. Что это? Я не так сделал. Интересно. Крестненько. Э, пять влёт. Да. Э, сумасширя, я не могу. Рот. У меня есть один? Продолжение следует... 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 Да, когда точка мигает, значит, она слишком далеко. Терять ее нельзя. Мы должны выяснить, куда она идет. Вот сейчас, допустим, я прячусь нормально. Я просто встаю за углом. Ну, по-хорошему, надо, конечно, прижаться к стене, а выгонить вот такое. Но для трофейки вот можно просто так вот стоять за препятствиями, этого будет достаточно. Много шлака. Я буду ближе. Можно залипать в витрины, смотреть. Садиться на скамейки. Много, на самом деле, есть мест, как войти в режим инкогнито. Я, честно, правда, пока так и не понял, почему вообще мы сейчас все это расследуем. То есть, как бы, заинтересованность Роя понятна. Он, как всегда, пытается вернуть свои деньги. Порой складывается впечатление, что вся работа Роя в полиции – это какой-то собственный бизнес. А полицейские обязанности – это так. Неизбежное зло. Ну, наверное, так оно и есть, Роя, как вы заметили. Какой своеобразный товарищ в этом плане. И этого бедного боксера, который решил не просто отстоять свою честь, но еще и всех обмануть. Сейчас ищут все, кому не лень. Сотни людей потеряли свои деньги. Ну, 12 тысяч баксов в итоге. Я думаю, там дофига народу поставила. И осталось понять, кто же кого хочет обыграть. Потому что вот эта вот мадам... Помним, что она хочет себе дорогой домик. Деньги для этого явно нужны. Пока у нас, кстати, все идет удачно, мы почти дошли до цели. Нас не замечает. Все супер. Чешет себе и чешет своим красным чумоданом. И мы тоже чешем и чешем. Какая вот незатейливая работа. Ну да, вот опять-таки, я не очень понимаю, в чем суть наших попыток тратить рабочее время на это. То есть, я так понял, там явно есть какое-то нарушение закона. Возможно, с нечестностью... Ну, неизатных этих боев. Возможно, под это какая-то статья положена. Я, честно говоря, не очень усведомлен об этом. Насколько это карается и карается ли вообще. Наверное, как любой обман, все это уголовно преследуемо. Ну и, в общем, вот сейчас я дошел до чекпоинта так, как нужно, чтобы получить трофик. О, Рой аж крышу поднял по такому поводу. Пойдем к букмекеру. Ну, раз наше... Что-то написало на блокнотике. Значит, мы сейчас сможем... Так, сейчас мы все это узнаем. Зачем она, правда, записывала? Непонятно. Ну, нам же лучше. Мы сейчас... Сможем ее снова найти и сесть снова на хвост. Я думаю, собрав все деньги... 11К, 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 further to your request, Bunko Fraud has three known bookmakers operating out of storefronts in the Hollywood area. Thrifty Liquor, 6106 Santa Monica, The Examiner drugstore, Panda Max Sturrock, 1658 North Cherokee, PGPL clear. Да, это очень хороший вопрос, потому что пока не совсем понятно, заодно ли они действуют или тут она решила и в итоге кинуть и боксера. Так, что у нас по карте? По карте у нас нормальненько все, можем здесь поворачивать. Редкая возможность поедеть на машине, роя с крышей. Если это, конечно, так важно. Какой у него слабый ручник. Детективы Фелпсон и Эрл, ЛАПД. Релакс, Коул. Ты просто у тебя блондинка, Мервин? Я точно так. Я просто начинаю закрывать. Она меня зашла к клинерам. 4 тысяч клэмс и изменилась. Сколько лет назад она уехала? Наверное, 5 минуты. Звонил к кабу. Попросил номер, я сказала, что там была карта, там, по телефону. Так, снова телефон, карточка, карточка, наверное, такси. Звонил к кабу. Мы должны после нее, быстро. Ну, судя, потому что я здесь видел, что здесь вообще только одно такси в городе. Детективы Фелпсон, ЛАПД. Что ж, давайте найдем это такси. И не знаю, будем следить за этой мадмуазелью дальше. Рано или поздно она либо приведет нас к боксеру, либо мы поймем, что она решила кинуть и его. Так, почему-то, 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 почему-то у нас не закрыт этот экзамен с драгстор. Что-то мы, видимо, там не все рассмотрели. Так. Вроде бы должно быть все нормально, на самом деле мы сейчас... А, вот там, и надо было спросить у аптекаря, так называемого аптекаря про Рэя, и теперь... Теперь, теперь, теперь мы можем двигаться к следующему букмейкеру. И это место закрыто. На улике мы полностью все нашли. Кого-то задели, да? Ну ладно. Это же Рэя машина. Роя. По-моему, парень не бедный, как постоянно делает вид. Как-нибудь уплатит. Набивает красный чемоданчик баблишком. Интересно, там совсем мелочь. Раз ей нужен такой большой чемоданчик. Что ж, мы не можем пользоваться сиреной, нам нужно... Вполне официально... Вполне официально надо ее преследовать. Помню, что если она мигает, и она близко, значит, нас палит. Палиться нам нельзя. К сожалению, поэтому... Вот так вот тоже делать нежелательно. Очень хочется, очень хочется включить сирену. Я пару раз даже делал, Рой начинал мургаться. Че, Брой, извини, придется тебе фару поставить. Думаю, это будет стоить тебе баксов 200. Ооо, лучше возвращаться. То есть теперь мы уже не гоняемся ни за наркоманами, ни за драгдиллерами, ни ловим каких-то проституток. Хотя мы их раньше не ловили, только мертвых находили. Сейчас мы... аферы... Расследуем аферы... На спортивно-игровом тотализаторе, так сказать. И это здорово. Наверное, вот Вайс Деск, он... Спортамент нравов, полиция нравов, он самый такой... Разнообразный. Что ж, наша леди прибыла на автобусную остановку. Либо где-то здесь ее встретит наш боксер, либо она решила всех кинуть. Притаимся за углом, будем за ней смотреть. Пошла в туалет. Повторяйте про Каролсон, в случае в книге. Так, 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 стрельба. Стрельба в бабском туалете. Какой же ужас там происходит. Ой, кровищи сколько. Что ж, из чего ж там стрельнули? Наверное, из дробовика. Нет. Ну, давай, назови убийцу. Ну, давай, назови убийцу. Замочил в сортире свою... Подружку. Если это, конечно, он. Просто нам предстоит узнать. 32-калибр. One shot fired. Что у нас, сумочка. The Egyptian theater. Какой-то кинотеатр под названием Кипский театр. So, what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Улик тоже больше нет. Вот так вот, да? Просто взяли и вышли. Подожди, подожди. Тут что-то... Что-то какая-то улика, видимо, есть. Стой, стой, стой. Ага, вот. Ну, не то чтобы улика. Ладно. У нас только одно место, куда мы можем направиться. Я не знаю, почему это должен быть тот самый кинотеатр. Билет, ну и билет. То есть, что? Поехали в этот театр. Она не удовлетворила этого. Плохая девочка. В половину пресинкта я беру на вакуацию этого года, потому что она. Мы должны уйти в городе гораздо быстрее чем это, если мы решили скрывать Микки-С. Микки-С. Ну что ж, значит, ее заряжение отрезали, а стреляла она. И мы помним, кто у нас бегал с ножичком и хотел денег. Тот самый мужик, которого мы нокаутировали в отеле. что-то. Почему ты убил ее, Карлос? Ты убил ее с мной. Она получила деньги для тебя. Микки сделала я или ты. убил ее. И я не хочу продолжать жить. Значит, все-таки боксер ее не убивал. Она ее убил ее. Она вставила меня. И ты выставила ее? Нет, я ее собираю. Я ее собираю. Я собираю. Я собираю. Я собираю. Я собираю. Я собираю. Я собираю. Это лучший. Ты был убил, сын. Ты не мог бы climbом, и ты был слишком близко. Ты не идешь. Может быть. Я был Ромарин, Карлос. Если я потерял борьбу, это не для того, чтобы пробовать. И это не для того, чтобы пробовать. Я не сделал так много. Но я сделал это. Я сделал это для тебя, и это как ты выплатил мне? Ты сделал это для себя, и так сделал, маленький парень. Ты сделал это, и сделал быстрый б**к. И Канди сделал это, и сделал свои мечты. Бла-бла-бла! У меня деньги, все, что нужно сделать, это избавиться от тебя. Это будет ужасно, но это бизнес. Хороший нём менеджер. Ну ладно. Что ж, наша задача сначала избавиться от боевиков. А потом найти боксёра. Я так понимаю, он тут будет не один. Это глупо. Очень глупо стрелять в полиция. Рой там кого-то крошит, да? Кто-то крошит роя По-моему надо рою помочь То, что бы мне его очень жалко Блин, не знаю, бессмертный он Блин, да шо ж такое Не знаю, бессмертный он или нет Дай мне какую-то божественную ковер Так, он побежал, побежал, побежал То есть он выбежит либо на балконе Нет, он решил бежать вниз Что ж, будем ждать его внизу Все, дострелялся, менеджер Это очень интересный поступок для Кола Просто интересно И тем самым мы поссорились с Роем Да уж, интересно Мы все разрулили И действительно неожиданный поступок со стороны Кола Бедный Рой 128 баксов ущерба за машину Никаких денег Проигранная ставка И, в общем-то, мы пошли против нашего напарника Это, наверное, не очень вообще хорошо Это не по-товарищески Но Кол Взыграло в нем что-то старое И он решил Проявить какое-то Одному ему свойственное благородство И отпустить этого боксера Вот такая вот интересная миссия Неожиданная даже Неожиданной концовкой, я бы даже сказал И вообще сама по себе достаточно интересная Давайте посмотрим, что у нас там дальше 5 звезд, так сказать Все пройдено просто Ура Так, у нас никаких Воспоминаний нету Следующая миссия Снова ДЛЦшная Так что Оставайтесь, смотрите Дальше Все будет только интереснее Интереснее, я каждый раз обещаю И на самом деле так и есть Сюжет Сюжет развивается Скоро Мы выйдем На финишную прямую Хотя может быть Сейчас еще Не так понятно Вообще В чем же наша сюжетная линия Оставайтесь, смотрите А на сегодня Все Да, все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok